Всем привет! Зовут меня Ирина и я рада приветствовать вас на своем канале Сегодня я хочу попробовать вышить и пошить косметичку Дизайн косметички и мастер-класс предоставлен форумчанкой Ирал Ссылочку на ее МК я оставлю в описании под видео Я подготовила кожзаменитель У меня остался кусочек вот он стеганный кожзаменитель поэтому будет плотненько Пяльца я запялила как обычно швейный никлеевой флизелин рамочку все это зафиксировала клипсами, булавочками и сверху на кожзаменитель я буду использовать водорастворимую пленку Перед этим я попробовала на кусочке кожзама без пленки в общем получилось ужасно Фиксировать я буду клеем временной фиксации вот таким вот У меня осталось немножко гуннольда но он уже проверенный на ткани и как бы я его оставила для ткани пока вот недавно купила такой и хочу его попробовать кожзаменитель я буду фиксировать с помощью этого клея а водорастворимую пленку я потом зафиксирую сверху булавочками и потом рамочкой машинки фиксирую все я зафиксировала кожзаменитель с помощью клея заколола булавочками натянула водорастворимую пленку руками я потом еще во время вышивки немножко подтяну или заколю еще немножко булавочек сейчас посмотрю должна сказать, что довольно неплохо приклеилась с помощью клея временной фиксации правда я не использовала его на ткани не знаю как он с ней взаимодействует может если кто-то вот скакивает клипса если кто-нибудь использовал этот клей временной фиксации для одежды напишите в комментариях как он себя ведет будет интересно узнать готовлю я в машинку музыка 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 Вышивка окончена, дальше можно снизу подложить сразу подкладочную ткань и зафиксировать еще одной вот такой вот строчкой и у вас будет сразу заготовка с подкладкой, но я не буду этого делать, я подкладку пристрочу отдельно на машинке, я не хочу оставлять флизелин внутри, тем более что кожзаменитель у меня на синтепончике, поэтому толщать еще больше я не хочу, снимаем с пялец, удаляем водорастворимую пленку, сначала обрываем все лишнее, а все остальное можно удалить с помощью влажной тряпочки. Ну вот я удалила лишний водорастворимый флизелин, ниточки пока мокрые, я оставляю его сохнуть, пусть они подсохнут, потом буду вырезать и шить косметичку. Итак, высохли ниточки, подсохло все как надо, я вырезала почти по контуру, оставила здесь 3-4 мм, нужно оставить припуска столько, чтобы вот эта строчка контура ушла в шов. По контуру я подготовила ткань на подкладочку, вырезала по верхней части, подготовила змеечку, змеечка у меня простая, я туда просто всунула в сам бегуночек полосочку кожи, закреплю ее, чтобы можно было дергать. Из ткани для подкладки выкроила полосочки для обработки швов и из тоненькой кожи я выкроила полосочки для обработки верха, там где будет пристрачиваться змеечка. Теперь я соединю подкладку с основной деталью по контуру, а потом буду пришивать змейку. Я соединила подкладку с основной деталью по краю с помощью строчки, дальше я пришиваю змейку. Змейку я прикладываю к краю косметички будущей и пристрачиваю ее, можно сразу близко к змейке, можно по краю, я сначала дам по краю. Пристрачиваем с этой стороны, а потом вторую часть змейки пристрачиваем с этой стороны. Сейчас я пристрочу и покажу как это выглядит. После того как я пристречила полосочки, нужно немножко срезать швы, оставить миллиметра два-три, здесь много. И смотрите, чтобы строчка вот эта перекрыла контурную строчку, которая шла вместе с дизайном. Срезаем, чтобы осталось миллиметра два-три, потом мы отворачиваем кусочек кожзаменителя, подгибаем его и отстрачиваем. То есть можно в принципе заменить это все сразу готовой косой бейкой. Есть кожаные готовые бейки, потом вот здесь вот раскручивается. Одной рукой тяжело. Вот здесь вот потом дается строчка. Ну в общем, я сейчас все сделаю и покажу как это выглядит в готовом виде. Я прострочила полосочки кожи. Вот так это выглядит. С лица я дала строчку той же ниточкой, которая была в вышивке. Дальше я выворачиваю на изнанку. И соединяю вот здесь вот строчкой. Уголочек вот этот вот не трогаю, просто вот здесь вот по боку даю строчку. И обрабатываю полосочкой ткани заготовленной, так же как и кожей. Что же, я пошла строчить. Покажу уже когда застрочу бока. Итак, вот так я прострочила боковой шов, обработала его ленточкой и остался вот здесь уголочек не зашитый. его нужно сложить вот так и дать строчку вот в таком направлении. Вот так. Отсечь уголочек. И обработать уголочек точно так же беечкой. Единственное, что я забыла сказать, вот здесь вот вверху беечку нужно загнуть туда немножко кусочек, спрятать как бы его, чтобы скрыть швы. Ну и точно так же кусочки нужно спрятать при обработке уголочкой. Ну что ж, вот так выглядят обработанные уголочки. Смешная косметичка. Можно, наверное, оверлаком как-нибудь, но я не думаю так более аккуратно. Теперь мы ее выворачиваем и любуемся полученным результатом. Ну вот косметичка и готова. Единственное, что я бы изменила, так это выбор цветов. Немножко неудачно. Нужно было выбирать что-нибудь поярче, чтобы она больше играла цветом. Ну так тоже очень симпатично. Если видео мое вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!